Л.Е. Зеркало Венеры, А.В. Черный принц, Н.К. Лепота. Каких только сортов нет у Светланы Таран. Уже 20 лет женщина коллекционирует фиалки, у каждой свое название. А две буквы перед – инициалы селекционера, того человека, кто вывел определенный сорт. Сорта бывают, совпадают. И чтобы не путаться в этом многообразии, каждый селекционер стал ставить свои инициалы. То есть есть селекционеры, вот фиалки вы видите ЕК, это Елена Коршунова, это селекционеры Стольятти. Ее сорта мы очень любим. У сортов с приставкой ЕК цветки яркие и крупные. А этот называется Миднайт Фроулик, что в переводе – полночный шалун. Акрас этого сорта переменчив. Тем он и уникален, тем он и интересен. Когда Светлана посадила его лист, даже не предполагала, каким необычным получится соцветие. Ожидала нежно-сиреневая, а в итоге – темно-фиолетовая. Эти две фиалки выросли с одного листа. Первый горшок стоял на подоконнике, второй – под специальной лампой на стеллаже. Разные условия повлияли на узор цветков. Все дело в привередливом характере растения. Фиалки Натальи Романенко, например, вообще не хотят цвести. Почему-то они мне растут, но жалко. Уже из работы приносила, уже и покупала, и бесполезно. Раньше цвели, а сейчас что-то никак не могу. Или, наверное, скорее всего, кактусы, наверное, заблужают их. А на кактусах не хотите избавляться? Вот уже и так помаленьку, уже меньше, сколько было раньше, сколько сейчас стараюсь. Но все равно жалко, и они же тоже цветут. Женщина надежды не теряет. Уверена, любимые цветы все же сможет развести. Эксперты советуют выбирать правильный грунт. Магазинный не годится. Лучше всего из леса – листовой березовый перегной. А еще фиалки любят северные подоконники – те, куда не падают прямые солнечные лучи. Ксения Бессараб, Сергей Гаврилов, Антенна 7.